знаете я в эту поездку по европе думаю об одной очень интересной вещь сейчас между россией и европой время создает вакуум ну то есть идет разрушение отношений двух культур разрушаются и я знаете что заметил чем больше идет разрушение тем больше люди приходят на мои лекции в европе это парадокс знаете о чем он говорит что между людьми нет дистанции эти дистанции просто время создают просто время все поэтому также как эта дистанция началась она также закончится настоящая жизнь это жизни всей земли каждый человек должен жителем всей земли быть это хорошо любить свою страну нужно обязательно защищаться от агрессии другой страны нужно обязательно обязательно но любить надо землю потому что когда мы любим землю мы любим всех людей сразу все люди это наши братья и сестры наши любимые и мать я живу в россии но вы мои любимые а это никогда не поменяется всегда останется также потому что мы должны быть выше всего этого стоять того что происходит выше нужно сильно в это погружаться сознанием до страны против ну противостоят друг другу потому что каждая страна ищет свои интересы во всем есть во всем свои интересы с этим тоже мы не можем не считаться мы не можем придать свою страну и начать действовать на благо другой страны это тоже будет неправильно понимаете и в этом ракурсе люди делятся на разные части но есть что-то выше этого попытайтесь понять и если человек встает на эту платформу которая выше выше чем деление людей на страны он тогда может просто любить людей вы немножко напряглись мои хорошие пожалуйста не напрягайтесь еще раз повторяю я всегда останусь тем человеком который я был ничего не поменялось и не поменяется никогда потому что у меня есть моя земля и те кто живут на ней они всегда все вместе в точно также веры сейчас про и парализуют поляризу как бы поляризация идет между верами разными между религиозные начинают тоже раз преувеличиваться это тоже невежество и это побеждается тоже любовью надо любить все веры учиться любить верующих людей учиться и при этом сохранять свою 5 то же самое надо сохранять свою веру и при этом учиться любить другие это парадокс парадокс это парадокс который трудно объяснить человек должен погружаться в свою веру и при этом любить другие веры парадоксальная вещь подумайте об этом подумайте тогда страданий в сердце будет меньше полярность этого мира результат влияния времени победа означает любовь победа означает любовь я сейчас говорю себе и вам мы не можем любить то что вызывает насилие злобу не можем это любить насилие злоба ненависть невозможно любить но людей всей земли любить можно они тут ни при чем так действует время время действует на правительство они между собой пытаются устанавливать такие отношения какие они могут они тоже не враги они пытаются как могут спасать ситуацию потому что время разрушает отношения есть четыре стадии влияния плохого влияния времени первая стадия называется они не такие как мы вторая стадия они плохие мы хорошие третья стадия они враги мы друзья мы друзья четвертая стадия война чувствуете да так действует время но человек должен всегда и везде быть выше времени давайте возьмем семью смотрите первая стадия мы разные мы разные в семье мы разные вторая стадия я хороший она плохая третья стадия это не мой человек не мой человек четвертая стадия развод внутри организма мой орган как-то ведет себя не так как я хочу вторая стадия мне здесь плохо третья стадия здесь что-то враждебное для меня находится четвертая стадия операции понимаете да что спасает любовь спасает всегда любовь превращает четвертую стадию в третью третью во вторую вторую в первую и первую в нулевую когда все опять мир наступает на земле это значит любовь стала сильнее всегда и везде ничего что эту тему поднял нормально спасибо вам